Привет дорогие друзья! Сегодня я делаю вот такие вот очень интересные Это пончики у нас Самые настоящие, самые американские И самые вкусные Я очень долго боролась за идеальный рецепт И сейчас готова его вам показать Я буду делать его с помощью специального приспособления Будут получаться очень вкусные Внутри очень пузырчатые и красивые пончики Для начала нужно подогреть жидкость Жидкость можно использовать либо воду Либо молоко, либо сыроводку Не важно, любая жидкость Добавляю в нее сахар И подогреваю до температуры около 40 градусов Чуть теплее, чтобы вы чувствовали Чем на руку вам тепло было Выливаю в емкость Где я буду все это перемешивать И сюда же буду разводить дрожжи Дрожжи я всегда в принципе использую живые Здесь я буду использовать 18 грамм Советую класть сюда 20 Но я думаю 18 будет достаточно У меня дрожжи очень хорошие Если вы будете использовать сухие дрожжи Используйте треть от этого веса Вы видите, буквально я только растворила дрожжи И уже начинаются пузырьки у меня Благодаря тому, что там внутри сахар И дрожжи сразу начинают работать Сразу добавляю сюда стакан муки Я перерабатывала для себя рецепт, который для профессиональных машин Именно по производству пончиков сделанный Он, конечно, на большие пропорции Я делала десятую часть этой пропорции Перевела, что получается у меня где-то 3 стакана 200 граммовых муки должно получиться То бишь, это где-то 390 грамм муки Но по моему опыту вышло намного меньше Я добавила сюда яйцо И добавила где-то 3 чайной ложки соли Теперь буду добавлять еще растительное масло Любое растительное масло без запаха 40 грамм нам нужно Опять перемешиваю Добавляю теперь второй стакан муки Обязательно все просеиваю И хорошо перемешиваю Чтобы не было у нас никаких комочков Вот такая вот консистенция теста у меня получилась Если честно, на этом этапе уже можно было остановиться Как я уже потом бы поняла Но так как в рецепте указано около 3 стаканов муки Я решила добавить еще хотя бы полстакана Потому что все-таки рецепт есть рецепт Я уже смотрю, что тесто довольно густое Но я подумала, вдруг оно после растоки У меня станет мягче И поэтому решила больше его не трогать И не добавлять муки И не добавлять никакой жидкости А оставить растаиваться именно в таком виде Вы видите, тесто довольно туго падает с венчика Накрываю тесто полотенцем И отправляю в теплое место на час подходить После того, как тесто у меня поднялось Поднялось оно у меня где-то раза в 3, это точно Его нужно осадить Я просто его хорошо перемешиваю Оно такое вот воздушное-воздушное прям получается Я его перемешиваю и вижу, что консистенция теста меня не совсем устраивает Что с моего агрегата оно будет очень плохо выпадать И у меня не получатся пончики Поэтому я решила немножечко разбавить тесто Добавляю сюда немножечко еще жидкости И довожу консистенцию до такой, которая у меня, вы видите Я добавила еще, наверное, грамм 50 жидкости Чтобы у меня была вот такая вот консистенция Теперь использовать я буду вот такую вот штукенцию Донатмейкер, если я не ошибаюсь, называется Покупала ее на китайском сайте Нью Чик Видеораспаковки, вы ее видели Ее советуют изнутри полностью смазать растительным маслом Дабы не заморачиваться и очень хорошо ее смазать Я решила вставить эту штуку в кастрюльку В которой я буду потом делать пончики В которую мне все равно потом нужно будет наливать растительное масло И вот наливаю прямо в эту штуку растительное масло Оно все там прекрасно смажет И выливаю через клапан все растительное масло Все внутри у меня там теперь точно смазано Это нужно для того, чтобы тесто у нас лучше соскальзывало Потом со стенок и хорошо сползало вниз Ставлю масло разогреваться Масло должно быть минимум 2 сантиметра Так как пончики у нас будут всплывать Больше масла тоже не нужно Перед каждым разом добавления в нашу емкость Тесто нужно осаживать То есть венчиком его перемешивать Чтобы не было пузырьков Иначе у нас будут кривые и некрасивые пончики Добавляю небольшое количество теста Опять же потому, чтобы тесто у нас не подходило прямо в моем контейнере И не образовывало пузырьки лишние, которые мне не нужны Все нужные пузырьки у нас будут образовываться уже во время жарки Тесто будет очень воздушным и очень таким хрустящим Посмотрите, я налила вот где-то половину В раскаленное масло Нажимаю клапан И выходят пончики Пончики нужно практически сразу будет перевернуть Для того, чтобы у них была красивая форма И потом обжариваем их уже с двух сторон Масло должно быть довольно горячим Но не сильно кипящим Потому что у вас сверху они поджарятся А внутри еще будут сырыми Это тоже нехорошо И оно также должно быть довольно горячим Настолько, чтобы у нас моментально пончик поджаривался А не варился именно в масле и напитывался им Вы видите, это буквально по несколько секунд они у меня жарятся И вот получается вот такая красивая золотистая корочка Они стали кругленькие, красивые То есть дрожжи работают И они очень хрустящие снаружи И мягкие, нежные внутри Я первый, блин у меня здесь был комом Я очень большой такой пончик отсадила И потом поняла, что очень быстро их нужно Буквально там по пару секунд я держала Чтобы тесто у меня сбегало Нажала и буквально сразу отпустила Тогда пончик получается красивый с дыркой Если очень много теста сбегает То оно очень хорошо подходит И получается, что пончик прям без дырки Такой прям большой-большой Вы видите, я на тарелочку поселила салфетку бумажную И на нее выкладываю свои пончики Для того, чтобы у меня сбежало лишнее масло Покажу еще раз Смотрите, я буквально на секундочку нажимаю клапан И отпускаю свои пончики На одном пончике видно Если я держала немножечко наискосок свой агрегат То он у меня получился Немножечко такой с одной стороны больше, чем с другой Я вам хочу сказать, что буквально за 10 минут У меня было готово из этого количества теста 24 штучки пончика То есть очень быстро Реально достаточно для того, чтобы накормить всю семью От и до И жарятся, вы видите, они тоже очень-очень быстро Пончики можно просто присыпать сахарной пудрой Они уже будут очень вкусные Такие, как в Советском Союзе были Их давали в таких бумажных пакетах Очень вкусные Хрустящие И очень сладкие То есть вот так вот уже можно подавать Я решила сделать пончики разные Я их буду покрывать некоторые с глазурью Некоторые с шоколадом То есть буду делать разные Посмотрите, он хрустящий снаружи И очень-очень нежный и воздушный внутри Прям ну очень вкусно Сейчас хочу показать Я делала еще сахарную глазурь для пончиков Делается она очень просто Делаю я ее практически всегда на глаз Беру две емкости одинакового размера И на одну емкость жидкости Беру две емкости сахара Ну то есть один к двум Именно по объему, а не по весу Так как у меня будет основная часть пончика Покрыта именно шоколадной глазурью Рецепт, который я давала в предыдущем видео Я делаю, вот вы видите Небольшое количество сахарной глазури Но чаще всего Во всяких кафешках Пончики делают именно сахарной глазурью Вы видели, я кастрюльку накрыла крышкой И поставила до закипания на плиту На самой большой конфорке На маленьком огне Я варю буквально минуты 3-4 Я вам скажу, что это где-то до пробы на мягкий шарик И то это уже считается, что мы опоздали То есть это должен быть такой очень мягкий шарик Если вы будете варить до пробы Я всегда варю на глаз После того, как пару минут покипит Нужно отставить, чтобы у нас остыл немного наш сироп И потом мы его будем взбивать Сироп у меня немного остыл Он еще теплый Но карамелька в нем еще жидкая Кстати, забыла сказать В карамельку в самом конце, после варки Нужно добавить несколько капель лимонного сока Вы видите, я взбиваю И моя карамель очень быстро посветлела И начинает засахариваться И вот такая вот прям густая-густая стала На этом этапе я ставлю ее на огонь Но я вижу, что она у меня довольно плотная будет И получается, что я ее немножечко даже переварила Я добавила в нее буквально грамм 10 еще водички И прямо на плите немножечко еще взбиваю Для того, чтобы быстрее у меня она растворилась Растворяю я ее сейчас не для того, чтобы она уже соединилась у меня как бы с водой А именно для того, чтобы мне удобно было ее еще немножечко повзбивать И уже покрывать пончики То есть вам все равно нужно ее добить до того состояния Чтобы она засахарилась и обратно ее растопить Опять взбиваю Но уже доводя именно до такой консистенции Которой нужно именно покрыть пончик На этом этапе в него можно добавить пищевой краситель Если вам нужно Если вы хотите просто беленькие сверху пончики То есть вы еще чуть-чуть взбиваете и уже можете покрывать Я буду добавлять буквально одну капельку елевого пищевого красителя Самый обычный у меня русский топ-декор Голубенький У меня будут такие розовенькие и голубенькие пончики И взбиваю Думаю консистенция у меня уже такая подходящая для того, чтобы покрывать пончики Заметьте, что сахарная эта глазурь, она очень быстро схватывается Поэтому вы долго тоже не взбивайте Потому что вам обратно придется ставить на огонь и растворять ее Обязательно контролируйте консистенцию Так как глазури у меня совершенно чуть-чуть Мне не совсем удобно покрывать сампончик Потому что он как бы раскальзывает по дну И немножечко снимается глазурь Не могу полностью окунуть Но тем не менее Глазурь хорошо растекается Но очень быстро схватывается Так как она быстро схватывается Уже на этом этапе я не смогла просто посыпать посыпкой Чтобы она пристала Поэтому я беру посыпку, насыпаю в тарелочку И просто придавливаю ее к пончику И она хорошо еще пристает И буквально Вот именно большой плюс этой глазури То, что она очень быстро схватывается Пока я делала этот пончик Сама кастрюлька у меня уже остыла И стала быть твердой Я ее подогрела опять на плите Буквально пару секунд И могу окунать второй пончик И такой вот он красивый Эта глазурь является самой стандартной Для оформления именно пончиков Также ее часто используют Для оформления пасхальных куличей Посмотрите, какая красота получается Можно не посыпать посыпкой А оставить пончики просто в глазури Другие пончики я буду покрывать Вот такой вот розовой шоколадной глазурью Из того количества теста У меня получилось 25 пончиков После покрытия Остались вот такие вот яркие И красивые пончики Которые понравились всему моему семейству И мы кушали с большим удовольствием Надеюсь и вам понравится этот рецепт А с вами был Кекс До новых встреч! Пока-пока!